Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Hardwood. Меня зовут Михаил. Сегодня хотел бы познакомить вас со своим новым приобретением. Это ручная циркулярная пила Evolution RHB. Мои друзья и подписчики из соцсетях уже видели небольшой анонс и даже не упустили шанса немножко подшутить, спрашивая, зачем мне еще одна нелюбимая циркулярная пила. Шутку я, конечно же, оценил, но немножко хотел пояснить для тех зрителей, кто не знает, что это за циркулярка, что это за фирма. Фирма Evolution является мировым производителем электроинструмента, хотя она не очень распространена, но она прочно заняла свою нишу в изготовлении электроинструмента. Специализируется эта фирма в основном на изготовлении ручных и маятниковых пил, которые способны пилить не только дерево, пластик и алюминий, но также и сталь. Прежде чем мы откроем коробку, достанем циркулярку и начнем ее рассматривать, я хотел бы пояснить свой выбор, почему выбор пал именно на эту фирму. Специально полез по интернету и посмотрел. Стоимость циркулярной пилы, хорошей, фирменной, сейчас составляет в районе 9800-15800 рублей. Это хорошие фирмы, ведущие производители. Вот эта пила мне обошлась 15700 рублей с небольшим хвостиком, плюс еще 300 рублей, это пересылка транспортной компании. В итоге стоимость этой циркулярной пилы составила около 16000 рублей. То есть то же самое, что если бы я купил любую другую фирменную циркулярную пилу. А вот теперь давайте обратимся к тому, какие функции должна выполнять ручная циркулярная пила. Ну, прежде всего в столярной мастерской, это естественно раскрой пиломатериалов, доски, листовые материалы, может быть какой-то пластик. Но как ни крути, любая ручная циркулярная пила, это все-таки общестроительный инструмент, и помимо чистового раскроя, она еще нужна для того, чтобы решать какие-то общестроительные задачи. Приведу простой пример. Мы живем в частном доме, этот дом мы с женой построили вдвоем, четыре руки, без посторонней помощи. Естественно, на все виды отделочных работ нам приходилось ставить леса, потом их разбирать. То есть был некий штабель черновых досок, которые приходилось собирать и разбирать. Естественно, в этих досках накопилось огромное количество гвоздей и саморезов. Кроить эти доски, каждый раз отпиливать, это куча убитых пилок, куча загубленных дисков на циркулярке. И естественно, эти доски приходилось кидать в костер. И вот как раз вот это пиле, в отличие от любых других циркулярок, эти самые доски с гвоздями и саморезами, они и совершенно не страшны. Дополнительной характерной особенностью циркулярных пил фирмы Evolution является то, что при пилении стали не образуется такого большого количества искр, как при резании болгарками. К тому же рез получается очень чистый, очень гладкий, практически без заусинцев. И самое главное, металл при этом не нагревается, не происходит отжига, отпуска и посинения. В конечном итоге, взвесив все за и против, я пришел к выводу о том, зачем мне покупать обычную ручную циркулярную пилу, если абсолютно за те же деньги я получаю намного более функциональный и совершенный инструмент. Итак, откроем коробку и посмотрим комплектацию. Первый, естественно, как и в любом электроинструменте, у нас присутствует инструкция по эксплуатации. Здесь взрыв-схема, но, к сожалению, инструкция вся на английском языке, правда здесь картинки и все инклютивно понятно. Далее в коробке находим DVD-диск, он рекламный, я его уже посмотрел, очень интересный, посвящен продукции фирмы Evolution. Следующий у нас это параллельный упор, как во всех циркулярках, и шестигранный ключ для смены диска. И далее извлекаем саму циркулярную пилу. Пила массивная, довольно тяжелая, но и не мудрено, она все-таки усиленная. Итак, сама пила. Двигатель имеет мощность 1200 Вт, и для этих 1200 Вт сама пила довольно внушительная, крупная и довольно тяжелая. Но это и не мудрено. Как я уже сказал, пила это усиленная. Усиленный редуктор, усиленная защита и усиленный корпус. Пила имеет хорошие ручки. Передняя ручка у нас из небьющегося пластика типа капролона. Задняя ручка у нас имеет резиновую рыжую вставку. В руке лежит очень хорошо. Эргономика очень удобная, и пила имеет очень хорошую развесовку с небольшим перевесом в сторону диска. Но это нужно для того, чтобы пила уверенно чувствовала себя на поверхности материала, чтобы она не подпрыгивала. Сразу расскажу по техническим характеристикам этой пилы. Мощность двигателя, как я уже сказал, 1200 Вт. Диаметр диска 185 мм. Посадочная 20 мм. Толщина зуба 1,7 мм. Диск имеет 20 зубов. Вот там можете посмотреть. Диск фирменный. Написано на нем, сделано в Японии. Если вы смотрели видеоролик по выбору дисков для торцовочных пил, то как раз вы помните, что вот о таких дисках я и рассказывал. Именно вот эти диски способны резать сталь. Пила сделана очень внушительно, очень продуманно. Здесь в корпусе используется очень толстый, небьющийся пластик. Используется везде литье под давлением. Подошва тоже летая, имеет большое количество ребер жесткости. И сама она очень качественно выполнена. Имеется также у нее специальная шлифовка. То есть, помимо покраски, еще произведено шлифование и пассивирование поверхности. Для того, чтобы она не пачкала поверхность. Как и на всех ручных циркулярных пилах, естественно, имеется защита. И кожух ее сделан также из алюминиевого сплава. Здесь применено также литье под давлением. На что еще хотел обратить ваше внимание. В этой ручной циркулярке применен особый тип редуктора. Этот редуктор, во-первых, с заниженным центром. Благодаря чему при диаметре диска всего 185 мм. Глубина резания, глубина пиления составляет 60 мм. Это довольно хороший параметр. Редуктор в этой циркулярке, конечно же, усиленный. И характерной особенностью является то, что диск совершает 3700 оборотов в минуту. Это намного меньше, чем в любой другой циркулярной пиле. Но эта пила ничем не уступает другим циркуляркам, потому что она имеет повышенный крутящий момент. Для смены диска у нас имеется специальная блокирующая кнопка. Благодаря этому смена диска происходит только с использованием одного единственного шестигранного ключа. Здесь характерной особенностью является то, что кнопка блокирует ни шпиндель, ни крыльчатку. А она блокирует сам редуктор. Непосредственно зубья шестерни. Регулировка глубины пиления происходит при помощи сквозного винта, который выведен на противоположную сторону ручки. Это намного удобнее, чем возиться с зажимами между ручкой и основным кожухом. Теперь рассмотрим спереди. Естественно, у нас есть и наклон диска в одну сторону, на угол до 45 градусов. И здесь хотел показать одно очень интересное техническое решение. Это сектор узла наклона пилы. Он сделан как бы двухпозиционным. Вот здесь хорошо видно в этом узле находятся две прорези. Первая прорезь, которая находится в алюминиевом приливе, осуществляет наклон на 30 градусов. И второй подвижный элемент еще доворачивает пилу на 15 градусов. Итого у нас получается 45. И благодаря вот такому техническому решению у нас фиксирующий винт никогда не подходит слишком близко к подошве. Его всегда очень удобно затягивать. Как и любая циркулярная пила, Evolution Rage B имеет возможность пиления при помощи бокового упора или параллельной линейки. По-всякому ее называют. На ней нанесены уже деления. Одна шкала метрическая, другая дюймовая. Дюймовая шкала тоже нужна, потому что Evolution поставляет свою продукцию не только в европейские страны, в Россию, но также и по всему миру. И даже в Штаты, и в Англию в том числе. А там у нас, как вы знаете, там используются дюймы. Для того, чтобы ориентироваться по этой линейке, здесь на подошве сделан треугольный прилив, такой указатель. Фиксируется линейка очень легко, одним винтиком. В принципе, функция пиления по боковой линейке, она является стандартной функцией для всех ручных циркулярок, очень удобная. Но помимо этой функции, есть еще и дополнительная разметка на подошве. Здесь вот видите нолик, а здесь у нас видите 45. Благодаря вот этой разметке, этой пилой можно пилить просто по поверхности, ведя по какой-то разметочной линии. Естественно, это у нас будет раскрой черновой, но тем не менее, благодаря вот этой разметке, благодаря этим меткам, можно пилить с довольно большой точностью. Почему здесь сделаны две выемки? Когда у нас пила находится в нормальном состоянии, при пилении под 90 градусов, без наклона, то у нас диск проходит точности вот по этой риске, по вот этой линии. При наклоне пилы на 45 градусов, у нас происходит уход диска, это происходит абсолютно на всех циркулярных пилах. И для того, чтобы удобно их было пользоваться, здесь сделана вторая риска, которая показывает положение диска при наклоне пилы на 45 градусов. Также следует отметить, что при конструировании этой пилы, конструкторы явно делали упор на надежность и на безопасность. Собственно говоря, это видно по самому исполнению пилы. Возьмем, например, вот это пластиковое окошко. Очень хорошее техническое решение, благодаря наличию этого окошка мы можем контролировать поведение диска, например, по разметке. И это окошко защищает нас от попадания стружки нам в лицо. Также, если мы заглянем в отверстие выброса стружки, здесь мы можем увидеть зубчики. Эти зубчики не препятствуют выбросу стружки, например, при пилении дерева. А вот при пилении металла, вы сами знаете, что иногда бывает такое, что обрезок деталей, обрезок металла может затянуть внутрь кожуха. И само собой, что если металлический обрезок будет вылетать из вот этого отверстия, то это будет практически равносильно вылету снаряда. Для того, чтобы этого не происходило, и вот как раз сделана вот эта небольшая защита. Также я, конечно же, проявил любопытство и заглянул внутрь. Якорь и статор очень хорошо залиты лаком. И, естественно, это нужно для того, чтобы при попадании металлических частиц не было возможности повредить обмотки. И последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это пусковая кнопка. Очень часто бывает так, что на некотором инструменте мы берем сам инструмент за ручку. Инструмент довольно тяжелый, и мы машинально самопроизвольно нажимаем на кнопку, и происходит самопроизвольный запуск. Естественно, ничего хорошего, такой самопроизвольный запуск нам не сулит. Для исключения самопроизвольного запуска инструмента, здесь у нас имеется блокировочная кнопка. Мы не сможем запустить инструмент до тех пор, пока не нажмем на эту кнопку разблокировки. То есть, только после нажатия у нас происходит запуск инструмента. Все технические характеристики и особенности пилы мы уже рассмотрели, и не могу не сказать об одном существенном моменте. Время непрерывной работы этой пилы составляет 30 минут. 30 минут непрерывной работы, и это очень хороший параметр. За 30 минут можно горы свернуть, да и сам человек за 30 минут довольно сильно устает. Вот как раз, пока вы будете отдыхать, будет отдыхать инструмент. Как только вы отдохнете, инструмент вновь будет готов к работе. И сейчас нам остается включить инструмент в розетку и послушать, как он работает, послушать звук двигателя. Пила не имеет плавного пуска, но учитывая массу этой пилы, плавный пуск здесь и не нужен. Рывка совершенно нет. Поскольку мне пришлось снизить громкость, вы не можете слышать реальный шум двигателя. Но по своим ощущениям могу сказать, что редуктор работает очень хорошо. В нем полностью отсутствует радиальный люфт, то есть не происходит опережения или запаздывания диска. И нет характерного стука при запуске или остановке. Звук очень мягкий. И сразу могу сказать, что здесь применена очень хорошая смазка при закладке смазки. Немножко попало здесь на подошву. Кстати говоря, примененная смазка, она очень хорошая. Она не течет при повышенном нагреве, то есть при работе на жаре. И на морозе она не превращается в пластилин. Итак, дорогие зрители, я надеюсь, этот обзор был для вас интересен. Тем не менее, если вас что-то еще заинтересует, вы можете написать вопросы или комментарии в обсуждении к видео. И в следующем видеоролике, который будет посвящен тест-драйву этой циркулярки, мы обязательно все вопросы рассмотрим. На все вопросы я отвечу. И еще открою небольшой секрет. Циркулярку эту покупал, естественно, не просто так. С наступлением тепла этой циркулярке предстоит очень много работы. А вас ожидает один очень интересный мастер-класс. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставьте оценки. Жду ваших комментариев в обсуждении к видео. И увидимся в следующей части.